так привет друзья записываю на другой телефон у меня там много места и посмотрим что из этого выйдет хочется вообще намного меньше говорить про там какие-то физические штуки потому что я уже говорила что давно как бы отпала еще в двадцать первом году раньше да когда этот невест не интересно уже было измерять и тело уже принималось как есть там другие процессы были и не было значительно вообще давайте скажу сегодня 23 февраля 24 года сороковой день без еды это каскад чистый там пищевая пауза потому 44 до 47 часов почти 2 суток и вот последние пять дней у меня каскад такой был то есть у меня когда день типа сухой и как как должен быть ничего не должно быть просто так шло то там присутствовала пару стаканов с лимонным соком и медом и пара раз так было и вот сегодня по идее у меня тоже как бы пауза но я сходила сейчас я покажу купила два кокоса забыла сразу каждый этот приготовить в общем вот у селоски такие два кокосика просто я подгадала что у них завтра с последний день и можно сделать зеленый ценник целого кокоса и вообще не планировала их вообще принципе пить вот один выпила вот четвертого где-то и сделал кокосовое молоко сначала накидал туда кокос и где-то литр около литра налила воды получил где-то 700 миллилитров хочу сразу сказать что ну такое как бы жирновато и потом второй стакан уже как-то так немного тошнотворное такое не очень не очень зашел он так поэтому не знаю как посмотрим как будет завтра завтра вообще не знает будет ну в общем 40 день я решил записать сегодня потому что сегодня как-то у меня такая энергия тоже интересная такая искра какая-то зажглась так вес скажу 49 килограмм то есть если посмотреть за вообще второй телефон на самом деле так выручает у меня маленький пятерка но он такой маленький там неудобно что смотреть вот если смотреть четырнадцатого когда вот моя тридцатка закончилась был 49 и 3 то есть за 10 дней вес не упал 49 сейчас за 10 дней не было сброса веса можно так сказать ну там на сухом как он там был 48 с половиной ну то есть ну как бы обычном людей сбрасывается вес когда 10 дней ты уже в каком-то каскаде да и особо то и не принимаешь какие-то уж очень сильно калорийных там штук ну да мед там присутствует но не каждый день же и вот когда даже два стакана с водой с лимоном пью там вообще по минимуму получается даже мне имбирь в этот момент не знаю учет последнее время так стало срабатывать может быть как раз таки организм там тело чувствует что нужно так сейчас может быть вообще с каскада уйдется не на буду наблюдать смотреть то что буду специально сидите наблюдать ну по ощущениям тела так вчера вообще честно залипла так на на видосах ю тубе на полдня наверно я как в обед зашла и до ночи просто я смотрела что сначала с дурьянами у меня в голове тут такая как бы мысли всякие что может быть мне ну вот и знаете как будто у меня что-то забрали знаете такой вот все все можно ну знаете вообще честно хотел сказать исповедь нееда но я в кавычках про нееда просто когда у тебя ну так вот ведет тело там не знаю такие самочувствия да и разные состояния но чувствительность от еды то уже как бы новый этап какой-то наступает и ты вот попадаешь в состоянии там как не можешь уже просто закинуться как по привычке да и не хочешь на самом деле это не хочется вот максимум попить и такой думаешь ну вот и все можно мне чего нельзя блин даже уже рад бы но не можешь просто уже ну как бы не получается то есть это как пройденный этап и у просто рисует что ты как бы как будто бы ну как будто бы этого хочешь но тело ну надо вообще не хочет то есть не хочется ну как просто не такого что что-то хочется просто если его нет в моей как бы картинке она мне как бы и нет такого что я этого хочу вот сижу и хочу нет если бы хотела поехала бы давно уже есть возможность взять да поехать просто уже как это смысл и интересы немножко в другом на другом другой какой-то глубине но это не значит что я там навсегда там ем я вообще не знаю что будет дальше то есть просто как бы как идет по естественным захочется мне жевать глотать и есть пожалуйста вот и вчера начала смотреть эти ролики искать на ю тубе дуряна вообще мне еще просто интересно наблюдать тоже за людьми как как они вообще-то все тоже делают вообще всегда нравится уже путешествие раньше снимать мне вообще столько мыслей вот пока я ролики смотрела приходила вообще так спрашивали почему я смотрю вот это все вообще ролики какие-то потом не вообще попался какой-то путешественник то ли пашковский как у него очень там миллион какой-то или даже два подписчиков тоже он там путешествие всякие снимает там как он ест всяких осьминог там в живых живых тварей даже типа там как он питается в индии на 1 доллар и по всяким таким местным забегаловка и его дуряновы сначала смотрела очень вообще на самом деле не особо мне еще там не понравилось как-то ну может парочку там троечку нормальному те которые любители это там у курианова кутной и еще там какая-то девушка остальные все как ну знаете вот все равно вот еда если ты кушаешь это такое как бы ну для кого наверно как но вообще для меня все медитации и да это тоже своего рода медитации вот так вот быстро ну похоть и как-то это есть как-то как мясо не знаю как как все что попало вот есть и как бы не наслаждаться не быть вот с этим вот моменте да вот это вот какого-то напитывания это же такое интимный процесс ну по крайней для меня мне всегда так было даже когда в тануки там раньше сестрой ходила или там куда-то в кафе вообще не любила чтобы не кто-то видел как я вот с этой роллой блин во рту как-то мне хотел сосладиться и чтобы я не стеснялась там того что вот я там ем ну короче это как-то не все время было не очень ну и вообще как-то это я даже уже на бали помню было восемнадцатый девятнадцатый год я просто брала там всякие эти плоды дурианы особенно я просто уходила на пляж там на море никого не было уединялась ела ну я снимала об этом тоже видосом вот и посмотрела и вот такое вот какое-то там мало того годного контент контента насчет дуриана такого прям знаете вот вкусного так скажем и вкусного в кавычках ну только наверно это способны фруктоеды снять которые реально ценности вот этого вкуса до ощущают а те кто все кушают что они вряд ли когда это цель потому что они всякие вкусы могут поесть и не особо это ну в общем ладно долго мы про эти дурианы да про то что это как медитация это такое ну не знаю для меня лично еда это все таки такое было один на один и такой медленно потом выпала этого пашковского смотрела господи там вообще он поедал там каких-то живностей каких-то скорпионов ну конечно прикольно снимаю сообщается не видимо вообще я поняла что мне нравится такие вот открытые такие настоящие какие-то там ксюша мне нравится скет он понравился еще там сегодня попался мне там поделились там на одном проекте варился и там поделились тоже одним мужчиной он вообще снимает все снимает все про про то как он живет просто все он как stories ведет и все в рис и кидают и зато за счет этой органики у него там вообще миллион наносить миллионов 7 на на подписчиков вообще это вот настолько все он просто в нон-стопе такое ощущение я помню я так хотела когда тоже вот эти все чистые дни и мне все хотелось чтобы кто-то вот найти камеру блайт и все время как бы в режиме наблюдения ты еще помню всякие помните передачи были там за стеклом вот это все помню как-то даже делилась полгода назад инстаграме ли где что прикольно может быть ребятам горила не делилась нигде что классно если с тобой человек идет все время как бы снимает тебе ты может там все выкладывать и был такой у меня запрос была такая мысль запрос не пошли телефон забит но конечно тоже решается буквально такая тема потому что она у меня возникало и раньше я принципе делилась при вот тот кто мне на так отозвался точно такие открытые такие настоящие такие искренние люди как как бы они не питались чтобы они не делали но они очень такие дающие что ли не знаю и настоящие и вот это вот это почему я иногда на это скую или там грущу по той настя я же делают эти ролики там про бали барнео вот которые кстати барнео жду когда буду монтировать там как раз тоже про дурианы ну я не говорю что мне там топ там будет продурианы прям как надо снимать я тогда все стеснялась много чего делать сейчас бы конечно по другому уже снимала все и ну это все выкладывается что мне нравится и даже не то что нравится просто делается для чего тут это делать раз это делается значит это делать как же внецкий говорила если вы можете не писать то не пишите все можете не снимать не снимайте если можете не делать не делайте и да там еще кто-то мне написалось в свою жизнь у тебя там какой-то взгляд там какой-то подушку господи так все блин на каком-то находится безумие я бы сказала на какой-то одержимости взгляд одержимый взгляд безумный энергия безумная но я не говорю что это плохо или хорошо просто спокойное состояние умиротворенное но но воспринимает уже совсем по-другому и вообще человек принципе видит он воспринимает он только себя он не меня видит он воспринимает через свое восприятие то есть я разное он меня видите только он себя видит свои убеждения никак не слышит не видит не то что я пишу не то что говорю он только через свое восприятие это воспринимает как себя я-то разное никакая на самом деле только восприятие рисует это Настю эту вот этот канал вот этот вот все только восприятие этого всего-то нет восприятие человека который воспринимает видит это и воспринимает вот так что до посмотрела эти ролики посмотрела как люди живут как кушают вот иногда люди думаешь блин они все боятся что человек не кушает там пьет иногда но почему не боятся что люди кушают но как они кушают блин там такая такое питание видно же по лицу что через шеком происходит живой такой знаете как бы торчит такой куглюшочек блин не знаю может это болезнь какая-то ну вот я смотрела который постоянно снимает у него как бы что-то же животом стран странное такое не знаю нельзя еще проверять у них же есть средства не знаю проверяется почему они так вот не любят себя и так питаются жена кстати у него такая стройная такая турли гимнастка чемпионка какая-то бывшая все худенькая такая и в общем да надолгнула меня на эти мысли вот эта энергия была сегодня такая прикольно тоже фо вкусвили пообщалась с парнем который работает и даже в этот ролик записался маленький очень классно и вот когда попила все равно стало такое найти как много прибило и такое состояние полежать потупить но раз был посыл и импульс записать его нельзя не поймать потому что не знаю что будет завтра 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 все может быть по-другому вот такой большой спич ну и вообще насчет исповеди что не знаю родиться на нет и в общем не просто вообще здесь мир создан для едоков на самом деле здесь все создано для того чтобы все это матрица работала на работе и где вся вся матрица будет здесь все так построено все для этого и конечно когда ты выбиваешься из этого это как бы пугают людей ты становишься немножко такой неадекватный да в глазах и их страхи в лазе до каких-то комментариях поэтому поэтому бывает не просто а из-за чего не из-за того что ты не ешь из-за того что здесь еще прикрещивается другое состояние да то что горилла там тонна из души не креда вот эти все моменты они же тоже бывают еще проявляются это такое все проступенчатая как называть пробуждение просыпания на обнуление но такое многоуровневая и и вот эти состояния как бы их ты не можешь по привычке там за есть просто ты не хочешь последствия тоже все равно если бы лишнее что это как то что лишним все равно даже вот сок когда из гранат высаживаешь это высаживаешь тоже уж такое все избыточно на глаза тоже влияет ну то есть какие-то такие моменты закинуться не можешь уже ничем да и вообще это же не говорю что для всех вообще это кому-то еще играть и играть там кому 20-25 лет и еще это все нужно прожить все эти эмоции хотя у всех по-разному все бывает но это не так вот как аттракцион запрыгнул такой все это может так отстегнуть что вообще вот но насчет 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 веса сказала к физике клизмы не дело но понимаю что вот эта тема еще с тем что пить хочется может быть еще возникать от того что ну протолкнуть протолкнуть какашки появляется и от этого тоже может возникать вот эти состояния иногда прям был просыпалась я был такое что прямо понимать что нужно сделать прим надо ну ну ленюсь не делаю и ну короче до какого-то двадцать первого года наверное я вообще была такая не особо никогда клизмы не делаю только в пятнадцатом году пару клизм когда по столешников голодала двадцать первом году где-то через какое-то время я начала делать ну приняла это как-то поняла их ну то что они облегчают да вот эти штуки что нет вот этого давления так скажем в кавычках давления до что надо что-то протолкнуть можно не лениться делать хотя бы там один два раза как идет вот стул он обычно через день вчера не был сегодня еще тоже пока не было не знаю будет нет может быть как раз таки стоит сделать клизмы так насчет веса на температура как-то померила спонтанно тоже было кстати повышена 36 и 8 с половиной то есть такое промежуточное вообще это даже не 36 а не 36 который там на фруктах было там маленькая температура на сухих днях она вообще обычно еще меньше понижается ну то есть идет какой-то какой-то процесс в организме очищение было тут кстати момент где-то на 35 день у меня с колес давал себе знать и было дискомфорт на спине но потом прошло я еще связывают с тем что с ноутбуком стала заниматься но потом такого не было мне обычно такое было когда я помню на 20 дней вот уходил в пятнадцатом году мне так вообще ощущалось сильно вот это все ну видимо органы тоже уменьшается другому встают и как бы там вот это дает у себя знать вот эти проблемные места и так вот вообще хотела что-то еще зачитать ну да очень вес колебаса 49 до 50 сейчас мы сравним так что навряд ли будет просто 50 это принципе для у меня вообще был нормальный вес так и что-то еще так или все все сейчас на человек который не ест он все невыгоден системе понятное дело потому что все отпадает на самом деле привыкаешь к этому состоянию понимаешь столько плюшек там вот пример запах из тела он почти ушел спустя вот 40 дней ну даже все меньше и меньше выделений меньше там из носа там глаз глаз вообще вот так и до 2 стакана вообще нормально проходит до час я попила нормально тоже и но чем меньше короче пьешь тем и вот меньше вот этих фруктов кислот что они видимо как-то все-таки это глаза синие дают но все равно с утра поспишь собирается слизь и глаза нужно прочистить потому что не видно пока она не совсем не отступила вот на исповедь не получилось наверно то что бывает не просто потому что знаете как бы как будто вот чувствуешь себя одним здесь и разговор как будто бы бессмысленно тоже становится какие-то ну что ты скажешь что что человек тебе другой скажет да если как бы это все идет вам само собой я же вообще никогда не стремилась не есть не фрукта я там быть не сыроедом это все случалось спонтанно об этом делилась и до сих пор я вообще все в доверии иду как идет и никогда не стремилась быть не едом когда это случилось я господи мне там говорили да ну мне нравится фрукты есть в чеках какой моим когда почувствую голода но я там уже раз день кушал момент но мне нравилось получать те вкусы не собиралась там никем становиться да и сейчас никем не становлюсь просто бывает не просто пойти просто в плане того что наверное нужны до люди как будто бы хочешь поделиться и в этот момент думаешь ну как бы вот эту нутрянку все выложить и наверное побаиваешься да быть такой вот ранимый открытый да и иногда думаю может быть какие-то эфиры просто ставить проводить потом их правда монтировать надо но с людьми не общаться либо просто постоянно снимать все время что-то снимаете выкладывать но пока у меня я придумала себе игру что мне надо освободить телефон вот так что да самый лучший вариант это побыть в тишине и услышать себя самого и слушать себя свое тело ну и экспериментировать можно конечно же собой если есть отклик на это да и вообще но тема не едине вообще не не гарантия идеальной формы там похудение и так далее это вообще с этим не связано это все в голове и на питание можно быть стройной и на так то есть это все зависит состояние от головы так кто еще хотел сказать в общем да если вы хотите есть то ешьте не хотите есть не ешьте от ума не стать ни малоедом ни неедом ни фруктоедом от ума это какое-то осознавание происходит щелчок импульс и все но пробовать можно и пытаться можно и экспериментировать можно все что есть интерес все что отзывается сердце внести не от головы те от сердца на импульса этого внутреннего голоса духа то что ведет внутренней сути видео уже длинная классно когда нет этих ограничений в телефоне памяти булки вот тоже отделилась я на канале что почему когда попила первый раз когда из каскады как бы вышло что поломка там ну то есть не поломка я не могла я подключила короче через тинькофф мобайл модем чтобы могла ноутбуком пользоваться и там этот ну не подключаться мне ноутбук и я с ними разговаривал то мне друг помог мы потратила полную много времени и вот это вот все она вот прям выстегивает как бы и вообще эти поломки какие-то заторы когда у тебя идет ты можешь сделать вот эти все моменты до очищения расчищения структурности какое-то расхламление это все очень тоже важно делать и заранее это все-таки висяки на самом деле у меня был телефон который давно он был тоже почистить и старенький еще я вот там иногда тоже брала вот но там надо пригодится не пригодится иногда не брала он нужен был то есть это вот тоже все нужно расчищать расхламлять и избавляется что было такое функциональное все и многофункциональное чтобы на весь поломан пацан функциональными только гаджетов ну и одежда особенно ты когда все им это такой не знаешь что будет завтра в спонтанности живешь в предсказуемости вот наверное все такое видео про 40 дней странные вышло иногда мне просто хочется поставить камеру молчать как идет так идет просто быть